Русские? Ну, я вот сам русский, я от работы бегал всегда. Зачем? Дурак, что ли, работать? Вы что, серьезно, что ли? Нет. Я русский. Стоп! Я чисто русский человек, чисто православный. Я совершенно четко знаю, чем учил Христос. Вот был у Христа ученик, да, помните такой? Матфей, Евангелие от Матфея. А он был, у него какая-то работа была, собирал он мыто, плату за проезд через мост. И он говорит, Рави, учитель, мне надо идти. Они тут сидят за столом, вот так пьют красное вино, едят белый хлеб. Господи помилуй. Да, Господи помилуй. Он говорит, сиди, говорит. Видишь, говорит, вороны летают. Их, они не сеют и не пашут. А Отец Небесный им дает пропитание. Ты что, хуже вороны? Нет, говорит. Ну, тогда сиди с нами, гуляй, пей. Каждый христианин может заниматься только следующими делами. Настоящие. Значит, быть учителем, быть врачом, быть священником. Ну, можно воровать, но об этом лучше не говорить. Вот. Ну и все. А работать западло. Западло. Борис Сергеевич, я не блатной масти. Я тоже не блатной масти. Я просто вам любыми языками сказал. Вот понятным, общенародным. Западло работать. Адаму было сказано, в поте лица будешь есть хлеб свой. Правильно. И Христос сказал Адаму. А Христос пришел и спас нас. И поэтому мы будем не работать. А он работал китайцы, если они безбожники, пусть работают. О, китайцы сделали. Вынужден смирить вас. Вот, вот, китайцы сделали. Вот доказательство. Вынужден вас смирить, Борис Сергеевич. А я купил, а я нигде не работаю вообще. Цитата из Евангелия. Если ты встал на рала, взял, так сказать, плуг, то оборачиваться и царство, и это нельзя. Правильно. Меня так и учились. Не дай бог на работе покажешь, что ты умеешь. Вот ты будешь пахать. Вот золотые слова. Вот золотые слова. Пришел на работу. Ты можешь... Я не умею это. Блин, ну что ж такое. Давайте мы тебя повысим. Давай. И там ты. А я не умею. Давай тебя повысим. Вот этот принцип русский наш.